Город Эпеналь, район Лагезов, Латарингия, последний день суббота. Сегодня вечером я уезжаю на поезд и возвращаюсь в Париж. Шесть дней в этом квадрате, в этом районе. Пять ночей в этом городе. И я нахожусь наверху горы. Здесь есть развалины, руины, замка старинного. Припало перекусить, как бы хотеть. Два часа дня, у меня еще есть несколько часов, чтобы потом багаж забрать. Я решила подняться к этим руинам. Сегодня единственный день, когда так вот солнечно-прохладно, а оно солнечно. Потому что в основные дни, в понедельник я приехала, поздно вечером никуда не пойдешь уже. Вторник был дождь, в среду я поднялась в горы. В четверг я была в двух городах термальных станциях. В пятницу тоже был то дождь, то не дождь. Я решила в музей заскочить. Ну и вот последний день, я думала, если здесь по-быстрому, я схожу. От остановки возле кинотеатра надо подняться сюда минут 20. При том, что это зима, я в теплой одежде, с сумками, ну такими женскими. Но у меня их несколько. Я минут 20 поднималась. Кто на машине, еще быстрее, потому что парковка прямо при входе в парк. Это парковая зона, и здесь вот такие вот руины стоят. И сейчас я обойду, ну по возможности посмотрю. Я на фотографиях видела, что если подняться, то можно увидеть панораму города. Сейчас посмотрим, что можно здесь увидеть еще. Идя вдоль замка, вдоль руин, можно действительно некоторые жилые кварталы видеть сверху. Ну вот тут есть лестница. Я там смотрю, вон подростки стоят. Можно подняться внутрь, обойти эту территорию. Сейчас я попробую подняться, посмотреть. И действительно открывается панорама города. Но вот солнце прямо в зените. Не знаю, как будет видно на видео. Ниша какая-то. И в общем, ступеньки опять ведут вниз. Я думала, можно подняться повыше. У меня складывается впечатление, что замок можно просто пройти по боковой, вокруг. И все. Но на самый верх подняться, наверное, нельзя. Сейчас посмотрим. Вот тут мостик есть. И я иду по сбоку руин. Тут маленькая тропинка такая идет. Частично в некоторых местах просматривается город. Слышна даже церковь. Есть церковь в центре города. Есть церковь прямо возле вокзала. Вот такие вот руины тут стоят. Бывший замок. И то, что осталось после него. Наверху есть люди. Значит, можно подняться еще выше. Часть руин реставрируют. Идут ремонтные работы. Тут даже лежит материал для ремонта. И вот тут еще по тропинке можно подняться на самый верх. И иду осваивать руины. Поднимаюсь еще немножко выше. Город еще более открывается. Наверху сидят люди. Молодежь и подростки. Ну и вот этот мостик, который ведет наверх к руинам. Тут есть вход. Остатки как бы высшего замка. Может быть темно будет видно. Вот тут он сквозной проход есть. С этой стороны я стояла. Можно было быстрее нырнуть сюда. И выйти к замку. Но я обошла сбоку. Я думала, что здесь тупик. Просто как миша какая-то. Это какая-то келья была здесь. Сохранилось кусочек людей с собаками здесь. Ну вот так выглядят руины. Еще пару минут съемок я спускаюсь. Я в Дубленке. Мне жарко, тяжело. На улице холодно. Нельзя сказать, что тепло. Солнце светит, но прохладно. Но двигаться в теплой одежде подобным руинам напрягает, скажем так. Семейство с тремя дитями вылезло тоже на руины. Когда-то здесь была жизнь. А теперь только руины. Здесь я набежала. Но я еще пройдусь минутку, наверное, две. Не буду спускаться. В принципе, здесь нет самого замка, только руины. Ну вот, наверное, заключительная часть этих руин. И можно уже спускаться. Ну, на этом я закончила этот ролик. Осмотр развалин замка. Я обошла с разных сторон. Показала руины. Есть рядом парковка. Как я говорила, автобус всем останавливается. Пешком минут 20. Может, даже будет быстрее, если вы будете летом налегке. Я зимой в Дубленке. И мне тяжело с этими вещами подниматься. Ну, за 20 минут, не спеша, я все-таки поднялась. Город Эпиналь. Багеза.